Всем привет, добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков и вашему вниманию сейчас представлен фрагмент моего онлайн тренинга, где мы говорим о механизме образования депрессии, фармакотерапии в роли депрессии и вообще о депрессии в целом с точки зрения когнитивного подхода. Я начинаю свой рассказ об искажении, который называется обобщение, потом я расскажу о том, что это такое. Если вам интересна тема депрессии и как когнитивная терапия понимает депрессирование себя, посмотрите этот ролик. У меня на канале не так много видео о депрессии, я конечно же это исправлю и сниму еще несколько видео отдельно по депрессии. Но та фундаментальная информация, которую вы сейчас услышите, откроет вам глаза на то, что на самом деле является депрессией и какие ключи к терапии депрессии необходимо знать, чтобы начать справляться с этой проблемой. Посмотрите это видео внимательно, поставьте лайк или дизлайк и прокомментируйте это видео на канале. Спасибо вам большое за просмотр, посмотрите внимательно этот фрагмент моего онлайн тренинга. До встречи! Так, обобщение. Обобщение мы уже обсуждали. Выглядит обобщение таким образом. Это искажение. Мы его назовем синим. Вот оно. Оно в большей степени создает депрессивное мышление. Поэтому я его синим назову. Когда вам события, которые происходят в жизни, ну например, меня бросила девушка или там у меня что-то не получилось или там что-то произошло. То есть какие-то события, которые происходят вовне, через мою особо развитую, сука, обобщательную искажение, я говорю себе так. Я никогда больше не встречу нормальную девушку. У меня никогда не получится больше ничего. Я никогда не найду лучше и не справлюсь. Да и у меня никогда не получится. У них получится, а у меня никогда. Я не смогу. Нет, это другие. Я не смогу. Это не нет. Что я? Да я нет. Это не для меня. Ничего лучше не изменится. В стране ничего не произойдет. То есть вот это унылое говно создается именно стилем мышления. И вот научно доказано, что именно обобщение, если начинает доминировать в человеке вот таким образом, как я сейчас сказал, научно уже обосновано. Что я не помню в сроках, но помню, что через какое-то время, по моим оценкам, через 3-полгода падает уже физиологический процесс нейромедиаторов. То есть сначала возникает вот такой стиль мышления, и когда вот это вот унылое говно, ну и та-та-та-та-та-та-та-та, становится человек бездейственный. Падает телесная активность. Зачем выходить? Ничего не поменяется. Зачем что-то хотеть? В этом нет никакого смысла. Ничего не поменяется. Ничего не изменится. Ничего не будет. Сначала стиль мышления, потом бездействие. Что такое депрессия? Давайте я просто напишу. Смотрите. Сначала. Первое. Обобщение. Плюс. Ну все. Обобщение. Плюс. Бездействие. Бездействие. Плюс. Все. Достаточно. Обобщение плюс бездействие. Равно. Падение. Обобщение плюс бездействие. Давайте так. Помноженное на время. Смотрите, какую я делаю формулу. Обобщение плюс бездействие. Обобщение плюс бездействие. Помноженное на время. Равно. Падение. Серотонина. Идефамина. А это соответственно. Равно. Депрессия. Все. То есть, чтобы заболеть психогенной депрессией, вам достаточно задрочить себе голову от обобщения, плюс перестать действовать, подождать какое-то время в этом говнище, и рецепт идеальный просто. Он идеально приготовляется. Это очень просто. Там всего лишь навсего два компонента. Смешаете обобщение, смешаете бездействие, подождите какое-то время, и у вас упадет серотонин с дофамином. Очень просто. Особо напрягаться для депрессии не нужно. А вот когда вы это, простите, засахаренное дерьмо в баночке уже создали, вот чтобы это дерьмище, которое засахарилось по этой формуле, разбавить, вот тут придется уже другое. Тут придется нам сначала, первое, поднимать серотонин с дофамином, равно, первое, назад идем, действие, плюс рациональное мышление. Вот тогда плюс, я пишу в скобочках, плюс препараты для мозга. Но здесь все зависит, пишу, все зависит от степени выдержки варенья. То есть, если человек вот этот рецепт обобщения и бездействия, помноженный на время, выдерживал это варенье долго, то у него, естественно, выдержка очень высокая и падение серотонина с дофамином очень высокое. И просто на действие и просто на рациональное мышление у него сил нету не потому, что он не хочет, а потому, что он не может. И вот тогда показаны во всем мире антидепрессанты. Почему антидепрессанты так развиты во всем мире? Потому что они не идиоты. Фармацевты не идиоты. И врачи не идиоты. Они понимают, что огромное количество имбецилов любят пообобщать и побездействовать. И кому-то достаточно месяцок пообобщать и побездействовать, чтобы упасть серотонину с дофамином. А какие-то люди годами любят выдерживать это варенье. И поэтому антидепрессанты как раз назначаются тогда, когда человек долгое время выдерживал это засахаренное дерьмо в банке. И вот тут применяются три комплексных терапевтических процесса. Первое. Человек принимает препараты для того, чтобы помочь мозгу восстановить биохимию. И дальше, смотрите, что написал первое. Видите, действие. Начинается действие, а потом рациональное мышление. Потому что для депрессии бездействие в обобщении очень свойственно. Поэтому тут надо начать действовать. Под действием мы понимаем в депрессии. Каждое утро физическая активность на улице. Хобби. Дела какие-то. Тебе не будет это приносить никакого удовольствия, потому что у тебя серотонин с дофамином нету, и у тебя мозг страдает. Но только делать телесно и начать куда-то идти, плюс к этому заниматься рациональной терапией, протаптывая в мозге новые дорожки сквозь вот такую паутину из-за сахарного дерьма, которую ты создал сам. Вот тогда у нас есть хорошие шансы. Если депрессия не долгая, не тяжелая, и это депрессивный эпизод небольшой, где у вас относительно немного времени выдерживалось обобщение с бездействием, и вы, например, просто расстались с парнем, и вы начали обобщать никогда ничего не будет нового, никогда никого не встречу, никогда ничего не получится, или вас уволили с работы, я не найду новую работу, помните, да, я не найду новую работу, такого больше не будет, какого хрена, и сели дома ждуном. Вам подруги говорят, пойдем в кафе. Нет, не хочу, ничего не будет нового, зачем это надо, зачем я никуда не пойду, я буду сидеть дома. То есть вы обобщили, сделали вывод, и села как дура на жопу на диване. Тут, кстати, надо сказать еще, надо формулу представить еще кое-что. Когда человек занимается обобщением и сидит дома на диване, помноженное на время, его тело начинает превращаться в кисель. И когда человек, спустя какое-то время своего обобщения и бездействия, подходит к зеркалу, и он говорит, какой это пиздец, ну точно, я никому не нужна. Конечно, ты когда последний раз эпиляцию делала, ты когда последний раз была у косметолога, ну никогда, почему, а зачем это надо обобщение, помните, когда меня бросил парень год назад, я подумала, что я никому больше не буду нужна, на-на-на-на-на-на, меня подруги пытались куда-то вытащить, а я пошла в бездействие, я никуда не пойду, это все бесполезно, это все бесполезно, простите, отросла щетина в сантиметр, зачем делать эпиляцию, я никому не нужна, на-на-на-на. В итоге прошел год, перед нами существо с киселем в штанах, с кустарником, блять, под 15 сантиметров волосы воняющим, заросшая вся, как бомж, и тут она решила заняться личной жизнью. Конечно, на нее смотрят люди и говорят, блять, что это такое? Поэтому, когда мы занимаемся депрессиями, если мы поняли, что мы из-за этого варенья обобщения с бездействием себя запустили, первое, что надо сделать в терапии депрессии, это пойти к косметологу, к стилисту, в тренажерный зал, к диетологу, и заняться собой телесно, потом начать действовать в области встречи с друзьями, свидания, когнитивной терапии, в ряде случаев использовать небольшие дозы антидепрессантов для поднятия настроения, но действовать. Есть еще одна ошибка тут в депрессиях, когда люди пытаются сохранять кустарник в штанах, да, молодец, что впал в депрессию, когда люди сохраняют кустарник в штанах и бездействуют, и продолжают заниматься обобщением, но просто хотят поесть антидепрессантов. И тут возникает как бы 50 на 50. Какие-то антидепрессанты на человека подействуют хорошо, и он скажет, «О, о, о, появилась энергия, и как-то захотелось кустарник сбрить, и захотелось там как-то волосы подкрасить, подстричь». Бывает так, что антидепрессанты дадут этот толчок на действия, которые выведут из депрессии. То есть антидепрессанты не выводят из депрессии, антидепрессанты помогают человеку начать те действия и рациональную терапию, чтобы выйти из депрессии. Все это поняли? Кто понял, поднимите руку, напишите «плюсик». Антидепрессанты помогают получить действие, энергию на действие, но у вас должен быть план. Вы не сможете вылечить депрессию тупо таблеткой без плана действий, который я вам сейчас накидал. Вы не сможете вылечить депрессию без рационального мышления. Даже если вы будете принимать лучший в мире прозор, который даст вам энергию, даст вам, я не знаю, активность, у вас должен быть план действий. Косметолог, стоматолог, врач, свидание, подруги, друзья, спортзал, работа, когнитивная терапия. Вот тогда ваши антидепрессанты принесут результат. Просто сидя, блядь, с кустарником в трусах воняющим, с жопой, блядь, как кисель, просто есть антидепрессанты, как конфеты, ничего не изменится в вашей жизни. Вы будете всю жизнь просто есть таблетки, но иногда вы будете лучше спать. Всем понятно, как это выглядит? Супер. Давайте это тоже про депрессию. Дадим нашим клиентам такую возможность посмотреть, потому что это тоже важно. Согласны? Понравилось вот такое простое объяснение депрессии? Понравилось вот такое объяснение? Вот. Да? Окей. Продолжение следует...